На территории Иволгинского Датсана прошли ежегодные тигиловские игры. Правда, гостей было не так много. В этом году праздник выпал на будний день. Духовенство всегда сверяется с лунным календарем. День начался со стрельбы из лука. Далее во второй половине дня конные скачки. Семь районов и более 50 лошадей исключительно бурятской породы. Многие готовились с начала года. Регулярные тренировки и правильное питание – это база. Всего было семь дистанций – от трех до восемнадцати километров. По итогу одним из призеров стал участник из Бичурского района. Ну, забег, в общем, прошел все нормально. Конечно, лошадей мало. Но в первый раз, что можно, нормально все. Как соперников оцениваете? Сопернику очень благодарен за участие, что приехали. В общем, все нормально. Вот этот конный спорт у нас в республике полностью на энтузиастах держится. Надо привезти эту лошадь. Видите, вот здесь привозят на грузовиках. Это тоже привезти лошадь с деревни, с Кижингинского района. Сюда и в Алгинский район. Это уже более 300 километров. 300 до города. Сюда еще доехать. 350 туда-обратно. В завершении дня начались финалы по Бухе Барилдан. Всего было три весовые категории. Между собой боролись и молодые, и взрослые. Соперники все хорошие. Все друг друга знаем. Не раз между собой боролись. А вот какие самые яркие моменты этого боя? Ну, я момент поймал. Кто тренировался, тот выигрывает. Всего в этом году в национальных видах спорта участвовали более 300 спортсменов. Напомним, что Хамбал Амайти Гелов выбрал четвертый лунный день первого осеннего месяца днем своего возвращения. Произошло это 21 год назад, через 75 лет после его захоронения. Отныне день поклонения отмечают один раз в год, проводя молебны и спортивные состязания. Егор Кокорин, Руслан Хертуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Продолжение следует...